В решении выпуска несколько советов для тех, кто в ближайшее время собирается в отпуск. Страшный сон для многих авиапутешественников – потерять чемодан во время перелёта. Наш корреспондент Алексей Егоров отследил путь своего багажа от стойки регистрации до погрузки в самолёт в одном из самых крупных аэропортов страны. Путь любого пассажира от стойки регистрации до трапа самолёта – это примерно 500 метров, которыми преодолеваем максимум за полчаса, учитывая все проверки. Маршрут, по которому до воздушного судна добирается наш багаж, намного сложнее. Чтобы наша сумка всегда оставалась на виду, мы попросили сотрудников аэропорта пометить её специальной лентой. Впрочем, забегая вперёд, скажем, шансов потеряться в системе всё равно практически нет. Это скрытая от глаз пассажиров зона полноценный город со своими дорогами и проспектами общей протяжённостью 5 километров. Здесь свои правила движения, устройство свежения и секретные объекты. Чем меньше людей знает о том, каким образом проходит процедура досмотра, каким образом определяются опасные предметы в багаже, тем безопаснее рейс. Пропускная способность багажной системы петербургского аэропорта Пулково – 5 тысяч сумок в час. На въезде в зону сортировки система должна распознать каждый из этих объектов. Лазерные датчики внимательно изучают проходящие объекты со всех сторон и сканируют штрих-код, который на сумку вешают во время регистрации. После этого вся информация о владельце багажа, номере рейса и пункте назначения автоматически попадает в центр управления. Для подстраховки на каждый чемодан всегда приклеивают несколько стикеров, но порой все же бывает, что датчики не смогли обнаружить штрих-код. В таком случае багаж сканируют вручную. Затем все сумки попадают на сортировщик. По сути, сортировщик – это скоростная кольцевая дорога, которая связывает между собой все основные объекты системы. Состоит эта дорога из множества небольших платформ – курьеров, каждая из которых – индивидуальное средство передвижения для одной единицы багажа. К слову, пробок на этой кольцевой дороге не бывает. Чтобы передать багаж курьеру, что называется, из рук в руки, ну то есть переместить его с ленты на платформу сортировщика, используется вот такая система. Конвейер как бы подстраивается под его скорость движения. То есть последние вот эти несколько секций двигаются со своей определенной скоростью и как бы забрасывают его в самый центр платформы. Удивительная система. Когда на рейс объявляют посадку, сортировщик сбрасывает багаж в так называемую «улитку». Это самый простой и быстрый способ спуститься на первый этаж системы. Здесь каждую сумку еще раз отсканируют и только после этого погрузят на тележку. Ошибка исключена. Так что большинство случаев потери багажа – вина самих пассажиров. В первую очередь, то есть не упаковывать в пищевую пленку, ни в коем разе, потому что она не защищает, а делает хуже. Удалять старые бирки, в том числе и маленькие бирки. Ну и своевременно регистрироваться. За один месяц багажная система аэропорта Пулково обрабатывает больше полумиллиона сумок. И в среднем лишь 500 из них не добираются вовремя до пункта назначения. На сегодня это лучший показатель в Европе. Ну что, вот наш чемодан и доставлен до места назначения, до самолета, в целости и сохранности. Тут остается пожелать ему приятного полета и мягкой посадки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА